3-bet Ukraine, премиум-спонсор национальной сбирной с футболом. Разум сильнейшее. То есть ровно то, что мы бесконечно обсуждаем на своих эфирах, он такой, о, прекрасный нарратив, я его возьму себе и переиначу против Украины. В целом, что стоит за его словами о том, что Россия готова к переговорам? Он прекрасно знает все, что есть. Указ президента Зеленского, наша позиция по поводу вывода войск, 10 пунктов Зеленского. Ну, типа, если ты готов, то давай, если нет, то зачем это комментировать? Ну, смотрите, он, как это, как в анекдоте, понимаете, ну, а ты говори, говори, там, понимаете, он продолжает высказывать то, что его беспокоит, в чем он сильно нуждается. Потому что других причин нет. Если ты и без того имеешь хорошее положение делать, то зачем тебе говорить о том, что о готовности к переговорам? Ну, никто же не идет на твои условия, поэтому с какой стати ты раз за разом это повторяешь? Это что, для того, чтобы показать свое миротворческое начало или какое-то гуманное начало? Ну, какой дурак в это поверить? Вот, вот Путин и миротворцы. Кто поверит? Вот как это может быть? Нет, конечно, он, несмотря на то, что вот многие эксперты считают, что он, в принципе, в целом доволен, что линия Суровикина держится там, хоть и прорывается на юге и так далее, и что контрнаступление не дошло там до Мелитополя, Мариуполя и Бердянска. Возможно, он так себя успокаивает, но он же знает что-то и чего не знаем мы, что ему докладывают, что он смотрит. Наверняка есть такая информация, которая, в принципе, может его пугать, может травмировать что-то происходящее в контексте возможных новых поставок вооружения, возможных новых действий украинской армии и так далее. И он, рефлексируя по этому поводу, выражает вольно-невольно то, что, конечно, переговоры лучший был бы способ. Что он говорит, собственно говоря? Он говорит о том, что это Киев не готов, они там даже решение приняли со мной не разговаривать, но погодите, он предполагает разговаривать напрямую с Киевом, но так для этого нужно выполнить условия. Он условия выполнять в виде вывода войск с оккупированной территории не собирается. Мне кажется, это адресация к США, чтобы они надавили на Киев. Я-то-то с вами готов, я-то-то могу, вы убедите Киев остановить контрнаступление. Он повторяет это раз за разом. Пусть они прекратят, они же уже проиграли контрнаступление. Там все погибли, техника вся. А кто идёт? Ну, никто не идёт, какие-то трупы идут, скелеты. Пусть они остановят. Вы им скажите, они же уже проиграли. Я вам говорю, что они проиграли контрнаступление. Вы им тоже об этом скажите. Ну, а как по-другому это трактовать? Он одновременно говорит, что контрнаступление провалилось, значит, чуть ли не 75 тысяч погибших, он называет цифру, он называет, что там почти 500 техники, бронетехники, танки, сопоставимое число. Ну, вы передайте, говорит, Киеву, что у него все погибли. И больше нет техники. Но, понимаете, с одной стороны, как бы Запад даёт сигналы и как-то так и кивоки отдельные, что, в принципе, конечно, хорошо бы было, мирно завершить, чтобы перестали гибнуть люди. Мы вроде как давно воюем. Есть некий эквилибриум, о чём я говорил, какая-то равновесия военная, при котором ни одна из сторон не может решающим образом победить, так может лучше договориться. Он видит это, безусловно. Там и полезные задействованы, и агенты задействованы, и просто, ну, скажем так, отвлечённые гуманисты, которые за всё хорошее. Чтобы не гибли люди и так далее. Там тоже на Западе такие есть. В разных, так сказать, ипостасах представлены. Он, безусловно, это видит, он, безусловно, это знает. Он с ними в резонансе, так сказать, пытается озвучивать эту повестку. Но, в общем, она бессмысленна, потому что без позиции Киева никаких переговоров не будет, а позиция Киева известна. Она публичная. Вы видите войска, а потом можно разговаривать. Он на это не готов, потому что это поражение. Будем честны, это поражение Москвы во всём уже. Не только в том, что уже испытано качество поражения, Украина не захвачена. Но и в большой точке в этой истории, потому что, ну да, потом можно разговаривать о репарациях, о каких-то размерах, разговаривать о обмене пленами, может быть, частью переговоров. Вопросы, значит, русскоязычного, может быть, начинания. Да какая разница, когда уже войска отовсюду выведены, и там будет ВСУ и правительство, то разговаривать можно о чём угодно, хоть о полёте на Марс. На это Путин пойти не может. А значит, он остаётся ему только оперировать к Западу, чтобы он давил на Киев. Вот и всё. Считая, что Запад может использовать рычаг поставки вооружений. Ну и финансовой помощи, и там другой, и так далее. Он так считает. Он же так привык общаться со своими партнёрами. А если будешь себя плохо вести, денег не дам. Или там ещё что-нибудь не дам. А Запад по-другому себя ведёт. Несмотря, повторяю на то, за это часто меня тут и призывают, что не надо об этом говорить. Несмотря на то, что информация о том, что часть и эстеблишмента на Западе расположены к переговорам, она есть. Это не отрицается. Это всё комбинируется вместе вполне. Ну, давайте напомним, что в следующей неделе она, в принципе, очень важна, потому что там всё вокруг будет Америки. Да, Генассамблея ООН. Мы знаем, что туда поедет, конечно же, и президент Зеленский. Уже анонсирована встреча с Джо Байденом, выступление в Конгрессе. Поэтому, конечно, будет, как очень много пересудов за спиной. Это шо, что там осталось за закрытыми дверями и так далее. Ну и, конечно, будет официальная часть. Две ещё неподтверждённые новости. Все это Атакамсы, да, всё время все говорят, да-да, нет-нет, вот-вот. Ну и Таурсы, которые там тоже 2-3 недели, вроде как Скелп Историус, да, нужно подождать для принятия решения. Поэтому мы посмотрим, будут ли подвижки в вопросе оружия. Продолжение следует...